С 19 по 27 апреля в школе номер один прошло традиционное образовательное событие – фестиваль проектной деятельности для учащихся начальных классов. В центре «Точка роста» была организована выставка проектных работ учащихся. В этом году тематика детской проектной деятельности посвящена Году культурного наследия народов России, многокультурной родной России. Представленные на выставку работы поражают фантазией, мастерством, креативностью авторов. Идеи ребят были разнообразны – мкинохлопушка, русская матрешка, история русской избы, лозоплетение искусства от природы и многие другие. Тема моего проекта – лозоплетение искусства от природы. Над этим проектом мы долго с мамой и упорно занимались. Мы выбрали эту тему, потому что моей семье этим занимается очень давно. Начал заниматься лозоплетением мой прадедушка Суров Валерий Иванович, а его учеником стал мой дедушка Владимир Дмитриевич. Это подставка под горячее, так я ее назвала. Но с первоначальной так плетется донышко для корзины. Но если красиво заплести края, то получится красивая подставка под горячее. Заниматься проектом – это очень интересно. В числе других в состав жюри вошла и Полина Киселева, учащаяся 11 класса. Призер регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по экологии. Победитель муниципального этапа краеведческих чтений. Победитель регионального этапа научно-исследовательской конференции «Молодежь изучает мир». Конкурс начался с мастер-класса по проектной деятельности, который провел Никита Панкратьев, учащийся 10 класса. Фестиваль проектной деятельности проводился в школе уже четвертый год, так как это образовательное событие является ярким и интересным. Фестиваль объединяет учителей, детей и их родителей в совместной творческой деятельности. Представляет хорошую площадку для реализации самых смелых идей и фантазий. Главное в проектной деятельности то, что дети свободны в своем творчестве. Они имеют возможность экспериментировать, применять знания, полученные на уроках, и познавать нечто новое. Площадка школьного фестиваля проектной деятельности предоставляет ребятам возможность реализовать себя. Большую роль играют родители учащихся начальных классов. И в этом еще один плюс проектной деятельности. Потому что совместная работа дарит родителям то драгоценное время, которое они могут провести вместе, продуктивно общаясь со своим ребенком. Своим участием мамы и папы зажигают в детях стремление к активности, творчеству и самореализации. Ребята видят порой своих родителей совсем с другой стороны и многому учатся у них. А любой родитель хочет, чтобы его ребенок вырос творческой личностью, умеющий себя реализовать. Именно проектная деятельность способствует этому. Фестиваль проектной деятельности у нас проводится ежегодно. Для ребят и для педагогов это праздник. Настоящий праздник. Потому что ребята показывают во время фестиваля самые разнообразные вещи, самые разнообразные продукты. Порой идеям, которые представляют ребята на фестивале, только удивляешься. Откуда они их берут, откуда они придумывают такие идеи. И действительно это очень интересно, когда ребенок рассказывает, что его заинтересовало. Как он с этим работал и к чему он пришел. Особенно важно, что в этой работе ребенку помогают родители. Потому что начальная школа, ребята еще недостаточно могут владеть и речью, и подготовить презентацию. Совместная деятельность родителей и ребят хотя бы час, несколько минут именно направлена на то, что они становятся ближе, ближе в общении. Дети намного лучше понимают родителей, а родители намного лучше понимают ребенка. Что ему интересно и в каком направлении его развивать. Поэтому фестиваль проектной деятельности имеет очень большое значение для нашей школьной жизни.